Возвращаемся, друзья, в прямой эфир. Продолжаем следить за матчем Квинси Крю и коллективом Undying. И у нас с вами внезапное начало этой серии в виде победы аутсайдера к Undying. И они ведут, собственно, мы говорили, рассказывали вам про все расклады в случае победы Undying, в случае победы Квинси Крю. Возвращаться, наверное, раз за разом к этому не будем. Но вот уже по окончанию второй карты, конечно, к этому вопросу мы будем возвращаться. И, собственно, еще раз обсудим. Пока у нас драфты. Ну что, Дим, веришь, что Квинси Крю сейчас две карты заберут и у нас останется поменьше интриги? Или все-таки победа за Undying и погнали переигровки? Я верю в то, что Undying будут цепляться за любую возможность. И даже если они проиграют вторую, на третьей снова будет все начинаться сначала. Потому что, ну, сильная команда, действительно сильная. И Квинси Крю это на своей шкуре прочувствовали, наконец-то. Может быть, они посчитали, что, ну, раз их ЕГ раскатали, да, 2-0, мы там их сейчас тоже переедем. Ничего сложного. Кто они вообще такие? Мы здесь главные. Но не тут-то было. И Квинси Крю придется драфтить хорошо, придется исполнять гораздо лучше, чем до этого. Вот смотришь на команду Undying, такое чувство, что у них нет каких-то, знаешь, стратегий стопроцентных, которыми они отыгрывают, а не просто такое чувство, что в какой-то степени даже соперника пытаются контрпикать и подстраиваться под оппонента в выборе своих героев. Сейчас вот увидели Enigma, да, решили, возьмем Титана, он там вроде неплохо работает против этого товарища. И пока не ясно даже, куда этот Титан пойдет. Вот мне не очень понятен пик Тайт Хантера. Я сначала подумал, что это точно тройка Enigma, но сейчас, судя по всему, будет не так. У нас тут намечаются два очень таких больших сильных ультимейта, и Рубика взяли предварительно, чтобы, если что, этот Рубик не появился у соперника. Слишком много героев, у которых Рубик бы мог воровать. Два мощных ультимейта, а что делать в пробелах между ультами? Слабые же герои в драке. Блин, ну что-то так, как будто бы, знаешь, не уверенно, типа, ну, хорошо, там соперник пусть развлекается, нас где-то даже поубивают, возможно, выиграют лейтинг, но у нас, типа, будет всегда лейт. Лейт за нами, больше лейта. У нас есть Тайт Хантер, Энигма, мы же нажмем кнопки, мы всех убьем, даже если будем, там, тридцатку лететь. Не знаю, как они героев теперь будут расставлять, но, видимо, Энигма, саппорт, пятерка. Тайт Хантер, три с Рубиком, то есть Тайт Хантер идет на линию, будучи оффлейнером, с саппортом Рубиком, будет спирит мид опять от Куина, и Энигма, пять, доберут керри на ласт пик для Явара. Такая вот идея. Энигма, опять, это что-то такое, но Тейловское, да? Он очень любит на этом герое поиграть и хайлайтит постоянно на Энигме. Это герой, который в Америке всегда очень высоко котировался. Вот есть пара-тройка персонажей, которые брались в Америке во все времена, вне зависимости от того, был ли, например, этот герой популярен в Мете, в других регионах или нет. Но вот к таким Энигма относятся, и, наверное, на ум Таск приходит. Таск вообще всегда очень высоко котировался в Северной Америке. Там и ЕГЭ с ним исполняют, и сами Квинси Крю могут. Вот сейчас Таска нет, Энигма появляется. Медуза, зачем Медузу-то закрывать? Все, что есть снизу, для Медузы вообще не опасно. От слова совсем. Надо что-то придумывать, каких-то вспоминать, я не знаю, антимагов, ПЛ-ов. Честно говоря, мне так пик Квинси Крю не нравится. Он ужасный, да. Никак не нравится. Ну, там Тимага забанили. ПЛ сейчас забанят. Ну, или не ПЛ, там еще кого-то Джиггернаута могут забанить. Ну, хорошо, то есть они открылись Энигмой, получили два жестких контрпика Панга и Титан. Такие, блин, у Энигмы игры здесь нет. Никаких Блэкхоллов не покасуешь, поэтому делаем Энигму пятеркой. Но тройка же нужна, поэтому берем Тайтхантера. Не знаю, получилось, по-моему, так себе Квинси Крюочет. Есть ощущение, что по драфту прямо идет какое-то заливалово плотное. Реально в Доту-то играть нечем. Тройка Тайтхантера точно лучше, чем тройка Разор, наверное. Почти в любой ситуации. Там хоть кнопки какие-то есть, и пользу он в драке способен принести. Но вот пока на Медуза нет ничего у команды. И я просто вспоминаю сигнатуру каких-то именно Явара. И ты знаешь, мне в первую очередь на ум приходит какой-то гирокоптер. Потому что, ну, это его персонаж. Он там на одном турнире в том году сыграл карт 10-12 подряд на этом гирокоптере. Никто не банит. А, ну, в принципе, что и требовалось доказать. Да, они готовились так-то. Да, они готовились. Они прекрасно понимают, что Явара — это сильный гирокоптер. Опытный, может быть. Не очень сильный, но просто опытный гирокоптер. Он сыграл там сотни матчей на нем. Гирокоптера не будет. И вот кто Медузу-то осилит. Ну, если вот давай Фантом-Ланцер, Джаггернаун, да? Два таких варианта. Джаггернаун-Баня. Это вы герои. Фантом-Ланцер, да. А если еще не Ланцер, то кто, может быть? Ну, так, прикинем. Ну, делают ли что-то Медузи классические физдепейсеры по типу Фантом-Ассасин, какой-нибудь Спектры? Ну, Фантом-Ассасин всегда хорошо, да? То есть это, опять-таки, герой камбэка. Даже если что-то пошло не так. Летим 30-ку, Блэкхолл плюс пару критов, и вот вы уже камбэкнули. Тут очень сложно будет мидгейм проводить команде Квинси Крю, они играют от кулдауна до кулдауна, и ошибаться не... Ой, какой интересный герой. Брайл, слушай, вот Брайл, конечно, интересно, да? Марфа себе ластпикнул, сперва пошел затащил, сейчас на Верке центровой сыграет. Если бы я, ну, не знал, какие команды играют, я бы на драфт сверху три хаты бы залил. Но я не верю, что Квинси Крю просто так отдадут это. Не, ну Фантомка же, да? Ну, на самом деле... Я просто не знаю, надо чем-то спасаться. ПЛ, Фантомка, ну, что-то такое. Просто для Фантомки, для ПЛа, ну, игры нет здесь, потому что Титан Панга их тоже контрят. В этом проблема. Какие-то войды, я не знаю. Рейс Кинг, да. Ну, кстати, более-менее, да, надежно. В этом патче Рейс Кинг вроде как тащит, я слышал. Мне не нравится. Мне кажется, он из контроля не выйдет, и ни одного удара не нанесет. Просто ни по Верке, ни по Медузе. Верка сильно должна контрить, да? Ну, да. Мне вообще не нравится то, что набрали Квинси Крю. И что делать? Да мне-то без разницы что-нибудь делать, если честно. Пусть побеждают. ЕГЭ такие сидят, о, переигровочки. А что-то ондайвинг-то второй раз попробуй переехать, да? Там Best of One, ой, как все запутывается. Нет, Квинси Крю — это будет главный просто мем квалификации во всех регионах. Выиграть шесть серий подряд. И сдуться, да? Прикинь, прикинь, силы закончились. И не выйти на мейджор, ты представляешь? Я понимаю, прикинь, вот силы закончились. Такой, ну, настраиваешься, у тебя вот лига, такой, все, пацаны, тащим, вот каждый матч настраивайтесь. Так вот каждый-каждый. У вас к шестому матчу они так выиграли. Такие, сил нет. Ладно, один сольем, пофиг, запаса хватает. И тут они начинают сливать там, типа, против Undying. Завертелась мясорубка Best of One, такие, опа, а мажор-то мимо. Или, точнее, они мимо мажора. Нет, это было бы максимально мемно. Так получается, что в нескольких регионах подобные ситуации намечаются. То есть в СНГ, если Na'Vi сотворят чудо, да, и победят Virtus.pro, там хотя бы за первое место они будут сражаться еще разочек. Там в, по-моему, Южной Америке тоже аналогичная ситуация, только там три команды могут уметь по 5-2. Там сейчас Best of Cost тоже оступились после 5-0, проиграли аут, ну, середнячку. И играть будут против SG Sports, которые бразильцы и K1 в гробу видал играть против бразильцев на бразильских серверах. И там тоже проиграют сейчас Best of Cost. И там три команды по 5-2. И Best of Cost после 5-0 не выходят на мажор. В теории это тоже возможно. Это, конечно, очень забавно будет. У нас на практике есть коэффициенты от нашего партнера G-Bet. 1.98 Quincy Crew на камбэк в этой серии. Это прямо на победу в матче. Ну, то что он дайник закроет одну из двух карт. 1.79 было. Отслеживать коэффициенты можно нашего партнера G-Bet. Пользуйтесь ресурсом, друзья. Баннер доступен под нашей трансляцией. Поехали, поехали смотреть. Вот она игра. Вот они команды. Все очень интересно и жутко непонятно. Драфт. Я не знаю, может быть, я просто под впечатлением первой карты. Поэтому мне кажется, что пиви-командайнг лучше. Вот, может быть, я делаю на это поправку и сноску. Но мне все равно. Вот я смотрю еще раз на драфты, еще раз. На пик или кашкуинсикрю, ну, мощно лейтово. В лейте вот шансов команды онлайнг просто ноль, да. То есть, ну, типа, что там ВР-ка сделает с мида против какого-нибудь Блэк Холла, который ей зарядит в БКБ. Погоди, погоди. Если бы эта Энигма была, например, позиция 3, то я бы сказал, да. Но эта Энигма без слотов. Ну, я говорю про лейт. Ну, типа, ну, лейт. Лейт это, то есть вообще 50-60. Да, да, да. Ну, я имею в виду, это вот ситуация, при которой Энигме, ну, Блинк БКБ дали. 30 секунд до начала сражения. Вот просто что делает няшка ВР-ка, пусть даже в 6 слотов. Если не дают Блинк БКБ и Бэк Холл. Ну, и к тому, что типа супер лейт, да. В супер лейте БКБ 5 секунд. То есть там рейвейджи все будут залетать. У Рейс Кинга там несколько жизней. Вот этого все. Я вот про это говорю. Там, мне кажется, шансов вот в гипер лейте при соотносимых на творцах, да. То есть я не говорю, что там Мандайги будут вести 40 тысяч. Наступил лейт, такие Квинси Крю. А, мы легко выигрываем. Не. Вот там, ну, плюс-минус 10 тысяч. То есть Квинси Крю, мне кажется, вот как раз в той самой 50-60 минуте. Может быть, даже это будет 40-ая. Просто важно, чтобы у всех были слоты. Вот я про это говорю. Рейс Кинг подкачанный, Нигму, Тайт Хантер, там будет спирит с слотами. Там главное 10 тысяч и не лететь в минуте на 15-й. Потому что надо как-то сдержать. Здесь, если мы на прошлой карте говорили о том, что Квинси Крю попробует темпом как-то задавить за счет Войт Спирита, а у Андайанг был такой достаточно лейтовый пик. Просто из-за наличия морфинга. И казалось, что, ну, могут просто не дать времени этому морфингу. Здесь наоборот. Здесь наоборот. Медуза — это тот герой, который и в лейте очень страшен. И в то же время, ну, с Медузой мы видели, как и на хайграунд на 15-й минуте заходят с Монта Стайл Рапира и погнали, да. То есть и такое тоже возможно. И Медуза — герой, который фармит в том числе очень быстро. Если еще и темп хороший возьмут, вышки будут падать, Медуза будет выфармливать лес. И она может от ВК оторваться там на тысячи. Она просто как герой фармит побыстрее, чем Рейс Кинг. Я тут наблюдаю пока за верхней линией. Понимаю, что опять у Соберлайта будет что-то около близкое к нулю крипов. Вот сейчас у него вроде как 2-0. На самом деле, конечно, это все еще 0-0. Потому что 2 — это 2 идолона. Они забрали с Мираной за вышкой. Крипов всех съедает сейчас из ВИДЖИ. Явар фармит, а Панга не знает, в общем, где ему вообще экспую деньги брать. Ну, это вот особенности Нигмы Пятерки, да, которые вот так вот поступают. Ничего с этим не поделать. Конечно, хочется надавить на Рейс Кинга в такой ситуации, потому что Нигма не особо помощник, да. Нигма не может там идти разменивать стычком, еще что-то такое. Но как-то вот не получается. Рейс Кинг нормально дерется. Свэш Бакл вот может как-то со спины на Нигму напасть. Как-то еще приходится находить какие-то свои маневры, свои методы. Как дела у Тимадо? 6 на 5. Нормально. Здесь стоит Хантер 3 на 1. Нормально фармить Тимадо там. Выпалил МСС немножко, крипов встретились где-то на речке. Можно фармить, каких-то страшного нет. Мне кажется, у Брайла свои счеты сейчас. Команда Квинсикрион. Три гранд-финала подряд им проиграл. 0-3, 0-3, 1-3 в составе Крейзи. Мы один из этих финалов, чтобы он комментировали. Там забавные истории тоже были. Так, Соберлайт. Ну да, его опять прогоняют. Надо бежать. А, нет, есть классочка. Можно отхилиться. Еще есть время посидеть на топе. Недолго, но можно. Ну и в центре, посмотри, Брайл вообще ничуть не хуже. Вторую карту подряд стоит пока что против Квина. И не скажешь, что Квинсикрион намного сильнее Брайла, как игрок по этим двум картам. Почему Квинсикриону ведь дают самую сигнатурку Войт Спирита, да? Не банят ничего там. Хочешь, Квинсикрион, играй, пожалуйста. Кого хочешь Войт Спирита? Пожалуйста, на ФП там еще когда-то. Бери и, пожалуйста, отыгрывай. Мне кажется, Квинс доложником стал этих Спиритов. Мы как-то привыкли его видеть. Войт Спирит, Эмбер Спириты, чередует он этих двух героев. Изредка против более слабых команд он может позволить себе пикнуть то, что в данную секунду он, например, захочет, просто потому что понимаешь, что на скиллухе он выиграет на любом герое. Но как только чуть более ответственный матч, сразу же вспоминаем про двух Спиритов, и он на них тащит, как-то зачастую бывает. Хочется увидеть от него что-то новенькое. Хочется увидеть от ВРК, конечно, крутую игру, потому что ВРК у нас не часто встречается на центральном коридоре. Не так много исполнителей, которые способны, да, вот будучи даже в топовой команде, решиться на такой отчаянный шаг, типа, ну, капитан, дай-ка мне ВРКу мид, сейчас все будет. Да, ведь не часто это происходит. Там в Китае, допустим, есть Баттерфлей Эффект, он на ВРК там в центре хорошо катает. Вот, ну и так вот, примеров таких на самом деле не очень много. Что здесь мы ожидаем увидеть на ВРК? Ну, наверное, Джевелин, выходом молний, да? Руно, ой. Руно спавнится на топе. Контроль для Брайла сейчас Мирана. Поэтому Брайл эту руну достанется. У него есть Виндран. Вот, какие-то молнии, наверное, ожидаем. Может быть, Блинк. Не знаю, Ганим. Такие билды, наверное, будут, да? Сегодня Торонто-Токио играл в центре на ВРК и тоже там очень добротную игру показал, победил. Ну да, действительно, персонаж сейчас не во всех руках крутой. Я помню, осенью кто-то в Юго-Восточной Азии очень сильно исполнял. По-моему, Микота это был. Он отыгрывал, да, на ВРК. И тогда очень популярен был билд. Не через молнии. Тогда молнии же совсем выпали, да, из меты. И тогда собирались просто... МКБ? МКБ первым слотом. Просто МКБ, БКБ, Блинк и поехали. Джавелин взял. Дальше просто фармишь с бутылкой, с сапогом, стиками до МКБ. И с МКБ ты за один шейкл убиваешь любую фактически цель. Кор, не кор, не знаю, силовик, не силовик. Ты все равно просто любого героя расстреливал. Слишком огромный урон этот персонаж может нанести. И вот как раз Микота, там несколько карт подряд, где Бум тогда выступали очень хорошо на турнире. По-моему, выиграли даже какой-то турнир. Вот он там на ВРК пожил. Погиб Саберлайт на ФБ. Если честно, даже не сомневался почему-то. Плюс, по всему, три баунти руны. Еще забрали Квинс и Крю после этого. Там на контроле просто пришел Рейс Кинг. Скинул стан, точно в тайминг и забрал баунти. Три баунти руны плюс ФБ и того около тысячи преимущества на старте у Квинс и Крю пока получается. Ну, Саберлайт, чё, страдает. На самом деле, конечно, и линия такая неприятная, да? То есть ты приходишь, а у тебя крипов на линии нет. Потому что Энигма все сжирает. Ну, и ты там остатками какими-то довольствуешься. Но при этом мы понимаем, что ведь на самом деле все то же самое, что в предыдущей карте. Не надо повторять, да? Просто купим блинг и будем тащить. А Мирана при этом по-прежнему над Ворс больше, чем у Саберлайта. Классика. Это план у них уже какой-то своеобразный на игру. Тем временем убьют сейчас Энигму. Брайл фраг заработает, да. Видимо, такой план, что Мирана у нас будет получать деньги. Саберлайт ему не так много действительно слотов нужно. Как какому-нибудь шейкеру. На шейкере блинг купи, ты уже сверхполезен. Ну, ты здесь так же. Купи блинг и ты уже крутой. Сгибает снизу дубу. НСС фраг зарабатывает. При этом Тимуадо тоже очень здорово фармит на старте. У него крипстат лучше, чем в ВВК. Он еще и Денайт умудряется в огромном количестве. Ну, атакую Медузу действительно остановить будет сложно на Рейс Кинге. Тут на равных слотах еще докажи, кто из них сильнее. Рейс Кинг, Медуза, Медуза, Рейс Кинг. Вопрос хороший. Кто сильнее? Оба зависят от манга. Мне Медуза просто больше нравится, как... Она, мне кажется, проще даже для исполнения, чем именно в ВК. Понятно, ты на ВК бей, беги, на Медузе примерно то же самое. Но на Медузе ты, в отличие от ВК, можешь сразу несколько таргетов пить. И в драке твоя задача просто стоять, нажать один раз кнопку, стой и продолжай людей избивать. Вот опять выход, панга, ультимейт, в Рейс Кинга. У него шестой уровень, есть манна. У него, если что, есть реинкарнация, стантит андал. Ну, как-то такая атака неуверенная была. И вот приходит первый выход от Квина. Сможет ли справиться с дубу на этот раз? Ничего, стрелу! Залетает Квин, и Квин остановлен. Что будет догонять, фейзы, есть астрал степ, прыгнет ли? А у него ремната нет, вот оно что. Без ремната тяжеловато. Короче, первый выход получился не самый удачный. Верка просто стояла в центре. У Верки-то за плечами есть одно убийство. Она анигму убивала с первым фокус-файр. И вот он джевелин, быстрый. Ну что, все-таки МКБ думаешь? Не молнии? Да не факт, нет. Тут вполне молнии могут появиться. Мне бы хотелось увидеть МКБ. Пока Веры нет. Хасту приходится отдавать Квин. Он понимает, что один в три он там, скорее всего, отъедет. Не получилось его связать. Хотя свежи. Там бы и шансы появились на его убийство. Там Рубик на подстраховке. Ну, тоже верно. Было бы тяжеловато забрать. Ну, руну в очередной раз. Сколько там? Три руны подряд, что ли, активный Брайл забирает себе. То есть, в Эдспирте, на самом деле, ничего не достается. Бедняжка Квин. Ну, по фарму он не уступает. Но, тем не менее, приятного мало. Хочется разгоняться, хочется руны контроль. Тут просто как-то все время ловко оказывается Мирана рядышком. То есть, во-первых, молодец Монминдер, который стягивает все время, помогает в Эрке. И, во-вторых, руна спаунит все время на топе. Туда, где приходит Мирана. То есть, и, конечно, так удобно. Ох ты, на Айвара нападают. Но, опять-таки, если у Тилмейль сейчас... Ну, непонятно. Сейчас надо обязательно убивать. Он разворачивается. Будет драться до конца. Он готов умирать. Собирает погиб. А вот Брайл. Виндран есть. Если чем остановить. Есть чем остановить. Есть стан. Стайминг на стан. Нет, как плохо все у них получилось. Я что-то не очень понимаю. Вот эти атаки с попыткой выбить первую жизнь. Может быть, они подумали, что они в прошлый раз первую жизнь выбили. Типа, откат идет. Мне кажется, не поверили, что такая толпа сюда стянется. Ну, нельзя тут недооценивать Квина. Он всегда прилетит. Если он почувствует запах крови, он просто прилетит и будет вас там убивать. Мне кажется, на дайанку уже сами, знаешь, на каких-то сумасшедших эмоциях они чувствуют, что эту серию можно забрать сейчас. Перевести все в переигровки. И уже сами допускают эти невынужденные ошибки. Надо допускать поменьше. И не допускать вообще. Потому что такие опытные ребята, как Винсикрю, они просто за них накажут рано или поздно. Ну да, то есть Верка потратила телепорт и умерла от рук Вод Спирита, который сразу начал обходить ее там на 4-5 сотен. По голде, хотя они шли в ровень, Верка даже была чуть впереди. Каждая такая ошибка чревата. Ой, Блэкхолл сейчас может выйти. Блэкхолл тянет Верка. И Верка может еще раз погибнуть. Две смерти подряд. И вот у Брайла игра уже портится. Очень серьезно. Тайминги всевозможные сбиваются. Сейчас еще и лишний баунти опять за контроль. Наглую идет просто и свиджи, и баунти забирает. Они сейчас Мун Миндера могут убить. Квин как раз ждет момента удобного для атаки. А нет, не ждет. Или ждет, то есть там Медуза есть. Прыграет на Медузу. Ремнант. С Аник мы, конечно, справились. Но с Медузой, наверное, тяжеловато будет. Там Мистик Снэйк еще прилетел, манну отобрал немножко. Медуза здесь поживет. И все, Брайл на Верке. ГВП на Верке? Наигрался? ГВП в Верке, да. Пока, если честно, остановили его действительно. И старт игры он, по большому счету, провалил. Возможно, этот старт даже хуже, чем от Квинна на прошлой карте. Квинн, в отличие от Брайла, не умирал, да? Ну да. Подряд, вот так, в таких ситуациях. И Квинн очень долго держал достойный Нетворс. Так о том и речи. Если даже сейчас на Верке не получается прям засноуболить, то... Ну, последствия я говорил, какие ее ждут перспективы-то. Реведж получил, умер. Блэкхолл получил, умер. Уже сейчас ты получаешь Блэкхолл, умираешь. Тонкий персонаж. Боится прямого контакта. Боится очень способности контроля. Коми, пик-команда Квинн-Секрю обладает в большом количестве. Наказывают Монминдера. Заигрался, далеко зашел. Два саппорта с ним разбираются. Ну вот три героя в топ-4 сейчас у Квинн-Секрю по Нетворсу. И Медузой одной из сыт не будешь. Да, это безумно сильный персонаж. В лейте, на слотах. Однако, ну, одна Медуза может и не справиться. Остальным ни в коем случае сильно проседать нельзя. Это как с Алхимика может получиться ситуация. Будет один очень богатый герой. Возможно, богаче всех на карте. А все остальные бедные. Ну, правда, Алхимик там ведет у оппонентов тысяч десять. А Медуза так сможет еще не скоро. И сможет ли вообще. Тяжело ей придется. Три тысячи уже за Квинн-Секрю. И видно, что как-то более собрано они отыгрывают. Не допускают, по большому счету, ошибок. Все действия пока в их пользу заканчиваются. Я соглашусь с тем, что есть небольшое волнение. В плане принятия решений. Ребята как-то играют импульсивно. Слишком нервно. И тут в бой. Так, куда идти не нужно. Обратите внимание, кстати, Рейс Кинг играет без Медас. Сразу делает радианс. Сакр от ролика уже купил. Правда, вот сейчас я повальное большинство просто Рейс Кингов все время с Медасами играю. Во-первых, бустят скорость фарма. Во-вторых, конечно же, это все-таки скорость атаки для Рейс Кинга не лишняя. Кинг как ворвался с дабл-дамажем. Внезапно Медуза пришла. Опа, со спины стан Титана. А вот и Сайберлайт подъехал. Здорово, парни, прокатились. Минус три. Как вам такие американские горки? Я вообще не ожидал от атаки. Я что-то в шоке, что произнесло. Я слышал просто какой-то стонгейст. Думаю, че, Медуза заходит. Панга катится. Я думаю, ну все, поднеслась мясорубка. Мне больше непонятно, что вообще Квинс и Крюз забыли между Т1 и Т2. Что это за дайв такой? На что они рассчитывали? Да даже без Медузы, я думаю, боя бы там приняли. Да, Медуза с ультимейта очень неплохо искастовала. Так, в центре еще не все закончилось. Квинс ДД пытается хотя бы один фраг заработать. Там один в четыре прыгает. Это очень рискованно. Вставляет один Астрал степ. Видел, что он в четверых просто прыгает? Да? Ты наглец. Ну, мы помним, да, в той карте там все у Войт Спирита стало тяжелее, когда Мирана Юлсия выформила. Здесь, правда, Монминдер играет через Весл. Вот так вот. Ну, Весл тоже хорошо для фокуса, одиночные цели. Просто хочется и Войт Спирита ловить. С другой стороны, ну, задача ловить Войт Спирита вот на Саберлайте, пожалуйста, на его плечах. Купил себе свой стандартный арбовкорожен. Есть ПТ, ну и теперь долгий путь до Блинка. Очень важные три убийства сейчас сделали. Они, во-первых, прогнали соперника своей территории, пофармили чутка, дали экспы, дали спейса для Тимадо. Тимадо вот уже по фарму идет впереди. Вот ты говорил о том, что Медуза фармит побыстрее. Ну, кстати, вот если брать в расчет то, что Рейт Кинг играет без Медаса, то, пожалуй, я соглашусь, да? Тимадо реально может быстрее дикитать. Но пока они тут вровень. Ну, Медуза уже показала себя в драке, да? Уже приняла непосредственное участие, была полезной. ВК пока мы в деле толком не видели. Все, что происходило, в основном происходило на линиях. Именно в полноценной драке 5 на 5, если честно, в ВК. Ну, он просто будет урон через Радианс наносить. Едва ли там он подойдет нормально, его постараются контролить. Но это все решается с лотами, естественно, в дальнейшем. Так, на топе у нас, возможно, какой-то экшен сейчас будет. Или попытаются просто Квин найти цель, перехватить, кого-то забрать. Там 15-й руны сейчас будут. За руном будет так. Ну, до этого команда Квинт и Крю очень хорошо его наконтролила. Ну, сейчас две точно забирают. А ВР-ка ошибается сейчас. ВР-ка сейчас ошибается. Квинт просто настолько легко сейчас переиграл товарища Брайла. И там есть реведж по-прежнему, можно... Или нельзя? Ну, опасно вдвоем, наверное. Не хватит ему урона на Медузу сейчас. Команда подтягивается. Там МСС рядышком, слушай. И вообще остальные герои вообще в центре. Будвизи, Будвизи знает. Есть информация по Тедхантеру. Он сейчас может развернуться, блинкануться и убить. Ну, в смысле, дать реведж, команда убьет. Здесь готовы поедить драться, да? Хотя реведж мантой пытался то ли за тот же, то ли еще, что панга вкатывает. Стоунгейс нажать, успеть. Хороший разлом. Рейскинг потеряет свою первую жизнь. Тимадо нажал-таки, да, свой Стоунгейс. Брайл уже здесь. Брайл опасно. Брайл, Брайл, только сделал телепорт после респауна. Брайл. Как же плохо отыгрывает Брайл ту карту. Отличная стрела, полминдер. Миндер есть, Блэкхолл по двоим. Стянутый герой и умирает один. Только персонаж-то Титан, Энигма Размени. Байбекается Титан, хотят Лелеса не отпустить тоже. Погоня продолжается. Ну, Снайпер. Снайпер Мунминдер дает, конечно, экшен. Отцепляет все-таки Рубика. Рубика заберут. Но, может быть, дальше? Тайкантер Блинкаут нажимает. 3000 остается за Квинси Крю. В живых остался Рейскинг. Сломал вышку, заработал. Медуза тоже в живых, конечно, осталась. Но... Но Брайл, как же у него игра не идет. Ну, он сам, на самом деле, принимает какие-то очень странные решения, на мой взгляд. Брайл, как будто, не знаю, младшего брата посадил играть вместо себя. Вообще не сравнить с образцом Брайла на Морфлинге, да? Ну, совсем возможно. Совсем не туда, да. Вот сейчас хорошая драка. Окей, там, тиммейты здорово начали. Панга ворвался. Он сильно рискует. Он такое чувство, что думает, что нажму винран, меня никто не убьет. Ну, нет, Брайл. Там все сейчас тебя бьют исключительно магией. Тебя контролят. А руками тебя бьет... Да никто тебя не бьет руками. Все, в основном, машут там какими-то скиллами. Спускают у тебя всякие способности и так далее. В общем, винранжер из контроля не выходит. Умирает моментально. И импакта от нее практически нет. И она уже не похожа на мидера. Слоты тоже не добавляются. Скорее всего, только при покупке БКБ что-то из себя начнет ВРК представлять. Но это, опять же, время и деньги. Пока вся надежда на медузу. Пока вся надежда на то, что медуза действительно может это затащить. Она может по-прежнему. Однако, та тенденция, которую мы наблюдаем, что только одна лишь медуза получает деньги, она, конечно, должна немного огорчать команду Undying. Нужно кто-то еще. Видишь, так все сейчас за эту медузу боятся, потому что у нее топнет ворс, а там бегают вокруг нее. Защищают, оберегают всячески. Интересно, что стонгейс потратили, нажали смок. Брайл спалился. Там есть блинк и реверс. Реверс 5 секунд. Брайл просто сотрут. Один реверс, 1200 хп, там вообще без шансов. С этого, на самом деле, драку начинать. Ой, какой интересный выход от команды Undying. Там фармят рейс кингу. Нет реинкарнации, кстати, но они не добежали. Они реально не добежали немножко до рейс кинга. Было бы прикольнее убить. Панга. Уже блинк есть за Энигмой. Давайте просто вспомним, что Энигма все-таки с опором. Позиция 5. Но убить, конечно, неплохо. Эти модов, видишь, время теряет. Он сейчас стягивался к своей команде. Ты понял, что, в принципе, команда в поддержке не нуждается. И такой крюк сделал. Не фармил крипов. Ну, ладно, хорошо, вопрос. Не к Медузе. Медуза с Рейс Кингом идут на равное. Тут вопрос в том, что опять Брайл будет умирать. По вершотам спалился Винран. Реверс, там увернулся. Тайтхантер, а что реведж поджалел? А что реведж поджалел? Пожалел, побоялся, что за спиной может вдруг кто-то оказаться. Либо телепорты там прожмут. А прожать реведж и при этом не убить, например, героя совсем плохо. Слишком дорогая кнопка. Это как зеленый свет для команды Undying, что вот сейчас мы на что-то способны, пока там реведжа нет. Нет, у Кингларов до сих пор Undying. Сайберлайф, честно-то, агрессию может получить. Прыгает Рейс Кинг, просто с блинками, Midnight Pulse, Маллифайз, там ничего не нажать. Бакул уже посмертный. Как-то позволяют себе вот эти выходы, да, в соло, за которые жестко наказывают. Нигаверка бегает вокруг Медузы, конечно, это прям совсем не похоже на какой-то фарм двухкор героев. Там уже непонятно, кто кого защищает. Брайла, может, надо спасать постоянно, а не Медузу. Там Энигма приближается к блинку. Я уверен, что Энигма, ну, сейчас попробует накопить и воздержит от покупки там каких-то артефактов подешевле. 1700 на руках. Будет блинк, там и Энигмы тоже придется опасаться. И Квинсикри вполне могут, ну, где-то на этом поймать сейчас оппонента, да. Никто не будет знать, например, про Блинк Даггер. В Реверту стоит Хантер, где-то в Смаках зайдут, и там Энигма следует за ним. Пару-тройку целей захватит. А пережить прокаст через Реведж и Блэк Холл командан Даник сейчас не способна. Медуза в том числе. Нужны бокобашки. Обязательно. И даже они не станут каким-то стопроцентным спасением. Ну что, ВР-ка в центре. Прыжок. Была. Успел Реведж дать там Пангу, уже готов был контр-инициировать. Стоунгейс, идет Медуза, бежит за 70 фишбак. Какой же объем работы выполняет этот Панга. Энигму сдула. Но прыгает, да, на Панга, когда закончился ультимейт. Стирают его, и атака пошла по Медузе. Хорошая стрела. Минус Рейскинг, но замедление. Медуза доджит замедление с помощью манты. Сбрасывает. Ну, один в два разменялись. Блэк Холл не был использован. Энигму били до использования Блэк Холла. Рейскингу сбили Реинкарнацию, и Реведж был потрачен. Ну, то есть, как-то можно сказать о том, что Андайк на самом деле выбили много способностей. Но, черт возьми, опять вопрос в том, что 1, 5, 4. Деньги появляются со смехотворной, конечно, скоростью. И, ну, видим, что все кор-герои просто от нее оторваются. Потому что Панга вроде тоже не фармит. Насколько же полезен Панга с своим надфорсом 5800? Примерно раза в 4 полезнее, чем ВР-ка с надфорсом на 1000 больше. Причем не сказать, что ВР-ка конкретно здесь плохой герой. Да, хороший, нормальный герой. Но то, как двигался Брайл, то, как он приходил на защиту вышки, например, или наоборот Гангал, ну, это, конечно, больно смотреть было. Брайл сам отыгрывал не лучшим образом, а не то, чтобы его там как-то стажали. Нет, он сам допускал эти ошибки. И он может точно лучше. И по-прежнему все можно исправить. В идеале, конечно, до БКБ дожить. А может быть, сейчас убить Квинна, Квинн ошибается, да. Квинна убивают, так нельзя. И Рошан-то падает. Реведжа нет. ВК нет второй жизни. И это может быть легкий Рошан для Андаинга. Просто из-за плохого выхода Квинна. Ну, Квинн совсем забыл про Панга. А Сайберлайт помнит Квинна. Хе-хе-хе. Сейчас прошлой карты. Цель тут вообще очевидная. Он в той карте его хейтил просто. Это у Войт Спирита вбрывался. И в этой карте. А не в Эрке решили отдать Айгис? Хо-хо-хо. Брайл говорит, не тильтуй, братишка. Камбэк и давай. Вот тебе Айгис. Давай, живи. Медуза. Вот, казалось бы, в такой игре обычно что происходит с Медузой? Вот ты сам говорил о том, что игры быстро заканчиваются. В какой ситуации? Обычно вот такая вот ситуация. 23-я минута. Ну, 20 какая-то плюс минута. Медуза Медузе дает Айгис. Она покупает там какой-то жирный слот типа Рапиры и заканчивает игру. Здесь же, видишь, Тимадо говорит, ладно, я как-нибудь, конечно, у меня там с Кадди Манта поживу. Ну, в Эрке совсем тяжело, и поэтому в Эрке держи Айгис. То есть, игра идет о том, что хотят как-то в два кора гонять. Хотя второй кор, даже с появлением Айгиса, я даже не знаю, станет ли Брайлу проще. Такие быстрые игры с Медузой происходят только в той ситуации, где остальные линии не проиграли, остальные два кора тоже на слотах ведут у коров оппонента. Здесь приходится изобретать уже какой-то велосипед, отыгрывать так, чтобы хоть кто-то, как правильно сказал, еще был. Стрела у. Помимо Медузы, в частности, ВР-ка. По духам Квина пролетела. Опа, тут рискик. Ну ладно, это была только первая жизнь. БКБ уже прожал ВК, и сейчас будет разворачиваться. На стонгейс не развели. Но тут кайтят. Сейчас у панг ультимейт закончится, и Тайтхантеры и Эникмы начнут прыгать. Это будет больно. На Медузу. Медуза манта, стрела летит, стрела, рискинга, хорошо, рискик нет. А, есть Реинкарнат, в БКБ что-то потратил. Стрела ответная от Рубика, но мимо в этот раз. Тайтхантер не нашел возможности прыгнуть с блинка и дать реведж. Надо разбегаться. Вот Таегис у Брайла был и не стал его. Лучше б не отдавали. Ребята, короче, короче, рассказываю план, как надо действовать. Давай. Вот все, что вы хотите дать Брайлу, не давайте Брайлу. Все, отдавайте Тимаде. Отдайте ему, я не знаю, расходников с собой, чтобы он их носил, штук 20. Просто, чтобы вот все деньги мира были у него. ВРка, она здесь не герой, она шейкл, если даст, уже хорошо. А если еще и свяжет, то вообще умница, лучший игрок. Нельзя здесь играть ни на кого другого. Все, забей. Ну да, тоже так по ощущениям, конечно, только Медуза. На баунтеруну посмотрели, ее забирает Вэтспирит, проказ, стрела ворована от Рубика, она будет долгой. Брайл связал, кстати, Рейскинга. Есть, есть, реведж, реведж, хороший, Медузу зонят, Медузу зонят, Медузу зонят, блэкхолл, все ультимейты в Медузу. Надо бросать, или Панга, Панга врывается, Стом Гейс, бьет заживучая, Стан Рейскинга, но замерзает Рейскинг, начинает регениться, начинает просто стрелять, она стреляет, она стреляет, она убивает, Стан еще один, как же бьет Тимадо, у него мало маны, Стан Титана, Боже, Тимадо до сих пор жив, Тимадо живи, нет, Вэтспирит взорвал, Рейскинг реинкарнирует сейчас, а что делать без Медузы, правильно погибать? Первым сразу уходит Брайл, Панга следом, из-под рена-то не выжить, остаются два саппорта, за которыми Квинн и Лелис уже выдвигаются, ладно, их прощают здесь, но это было настолько близко, конечно, да, там, как живет Медуза, как живет Медуза, ты знаешь, я вообще не удивлен, что только Квинн не встал, Стон Гейс, все остальные просто на эту Медузу смотрят, Квинн с другой стороны, он ждет, он ведь опять, ну знаешь, дотащил этот момент, если бы не он, не его какие-то правильные прыжки, по этой драке, в драке они бы заруинили здесь, Квинн сикрю, и Медуза бы действительно имела шансы выжить и там всех расстрелять, подожди, у Медузы еще не так много слотов, у Медузы там на статы еще можно собираться и собираться, и БКБ тоже будет, и МКБ тоже будет, судя по тому, что он там все добавил, так что еще не вечер, еще на Медузе здесь как-то можно выезжать. Ну вот не хочется погибать, да, время потеяно, проблема в том, что, ну вроде как, действительно Медузу сложно убивать, но вот именно с той драке, вот этой последней сейчас, команда Квинн сикрю стала сильнее, потому что они сейчас очень много с карты собрали, а Медузы нет, и соответственно, в следующий раз уже будет с Медузой еще проще справляться, в этом проблема. Панга нападает, раскинг мощный, Панга, Соберлайт, шарт купил, шарт купил, может позволить себе вот такие маневры. Ну и Авара, что третий ультимейт, Шекл, конечно, есть, рекарнация, конечно, доступна. Рубик ворованный, ультимейт Панга, приветы, Миндер здесь погибнет. МСС тоже решил показать, у него как-то со стрелами, знаешь, не сдалось, мимо летели, а вот с ультимейтом Панга прям вообще комфортно. Ну, знаешь, 12 тысяч лететь, Медузе такой камбэкать будет невероятно трудно. Квинти Крю сливают все ультимейты в Медузу и помочь тяжело. И не такое отыгрывалось, можно еще что-то придумать. Веришь в это? Я верю, я верю. Ну, не то чтобы в камбэк, я верю, что Этимадо попробует тащить эту карту до конца. Ну, вот все на его плечах, и он будет, мне кажется, и трон в Соляново там защищать, если понадобится. Но они не сдадутся, знаешь, до самого последнего момента. Как-то вот уже, знаешь, не МКБ хотелось бы. Я, конечно, понимаю, ДД слот нужен один, да, чтобы наносить физический урон, чтобы бить. Ну, какая-то бабочка сочно посмотрелась, тот же Рейс Кинг бы, да, промахивался. Даже не знаю. Он тоже там МКБ купит какой-нибудь. И БКБ вроде нужно тоже. Реведж Блэк Холл, да? Вот Блэк Холл вообще ничем не задоджить. Вот единственное, что пока еще... А, погоди, все, да, ГГ, нет, нет, я уже испугался, думал, Энигма БКБ летит. Просто я говорил как раз о том, что вот в Лейд Квинс и Крю уйдут с этой Энигмы, где у Энигмы будет блинк БКБ. Ты еще не верил, что откуда пятерки Энигмы. Вот отсюда 29-ая минута, у него уже как бы запчасть от БКБшки есть. А все, потом купит БКБшку, поставит Блэк Холл, и что делать? Вот тогда уже Панга не спасет. Никто не спасет. Я-то в идеальном, нормальном мире верил, что у Энигмы не будет так рано слотов, потому что ВР-ка будет при деньгах каких-то, да, и будет этого Энигму находить и каждую, там, каждые две минуты в лесу убивать в соло. Но что-то соло, фраг и ВР-ка это вообще не про эту карту. Такое ощущение, что, знаешь, Брайл, типа, всю ману потратил на предыдущую карту. Сдулся, ультанул на первой карте. У него такая мотивация была, такая, такой задор был, чтобы первую карту хорошо отыграть. Он реально хорошо отыграл и такой, все, на второй карте просто максимальный чил. На ВР-очке такой. Ну, значит, к третьей подкопят маны еще, правильно, немного? Если он вообще восстановится к третьей карте. А вдруг сейчас за второй тильц ловит и третий вообще будет разбит. Я ведь более чем уверен, что дай Квину третий раз питнуть войдет спириту, но в третий раз на нем сыграет. Скорее всего. Сейчас будет важнейшая драка, потому что она может быть заключительной в этой карте. Контроль рун, Мирана прыгает. Поймали Мирану за хвост. Панга, ультимейт Панга точнее, ворованный. По Мурминду остановили. Надо убегать. В огонь от Тайтхантера. Все сразу блинкауты. Квин догоняет Панга. Гаш летит уже Агоним и Саберлайт пытался уехать. Не уехал. Двух героев на равно месте потеряли тройку и четверку. Причем даже баунти особо не забрали. Да, сколько? Одну только да, Мирана забрала. Да, только одну. Там, конечно, топи одна баунти рона осталась. Ее, кстати, видно под вардом сейчас. Вылазка будет за баунти рону. Или не пойдут? Нет, не пойдут. У Витспирита уже БКБ есть. Ой, там никакие шиклэшоты, никакие ультимейты Панга уже не будут пробивать. Ну, Квинтиклю надежно, конечно. По таким драфтам еще и знаешь, вести по игре, иметь преимущество. Не то, чтобы там камбэкать с такими ультимативными способностями, а нет, наоборот, доминирует, играть с позиции силы и вести игру. Ну, собрались, собрались, наконец-то взяли себя в руки, потому что первая карта абсолютно невнятная была в их исполнении. Сейчас я уже узнаю тех самых Пинтиклю, которые разрывали регион так долго. Ну, выводы были сделаны после первой, очевидно. Теперь уже ондайвинг, я думаю, потихонечку так уже задумываются о третьей карте сейчас наверняка что-то обсуждают. Я не понимаю, что еще можно наверное зацепиться, но если что, давайте, ребята, потихонечку что-то придумывать дальше. Может, Войт Спирита забанить или не он здесь стал ключевым фактором. Да, реально, Брайла не хватает, точно не хватает Брайла. Добавь ему плюс слот, ну, тот самый аганим Блинк, наверное, да, все, что мне хватает это примерно плюс 4000 голды с учетом того, что у него сейчас есть 3000. И уже перспективно, потому что ВРК бы как-то прыгал, да, через Блинк, через аганим, быстренький там минус на каком-нибудь саппорте оформлял. Ну, то, о чем ты говорил, Энигму из попелительных сторон. То есть, да. А так, реально, получается, что какой-то вот недомидер, недосаппорт. Медуза одна, просит ее кучу ультимейтов, пожалуйста, ковыльтогубик, шелом. И Медузу цепляют, она одна, там подходит наконец-то Пангольер, Войтспирит, БКБ. БКБ нажимать. Имира, она погибла. Блэкхолл. Медуза может погибнуть, Блэкхолл, Рэвидж пойдет следом, постараются не дать нажать стонгейс, он может успеть, не может, маны нет, надо нажимать стики, но стирают Медуза, без Медузы игры здесь нет, минус 3. Ну и за Брайлом погоня, БКБ. Уходит. Ну, ГГ, 50 там нет. Какие у вас варианты, господа? Ой, Брайла поймали. Брайл, БКБ закончился. Вроде ушел уже, да, БКБ нажал, ушел, ну спрячься. Ну, хотя бы ты, ну, хотя бы раз. Минус 5, ну что, сдадутся? Или потерпят еще какое-то время? Терпеть придется без верхней линии. Ну, тут, если Квинсикрюзы хотят, могут не сломать, там 3-2 уже нет. Ну, Медуза не смогла ничего нажать. Всю команду отзонили, реведжем хорошим. Сделали все это. Так, кто-то воскрешается, сразу умирает. Вообще, не выпускают. Почистую просто Квинсикрюк переиграли соперника. Да, реально переиграли. Undying, к сожалению, ничего не сделали. ВР-ки, ну, просто отвратительная игра. И сам Рейл ошибался. Ему тоже не давали играть. Ну, тут как-то одно на одно, да, сложилось. И невозможно было проявить здесь себя, видимо. Не пошло. Не пошло. Раз, не пошло. Бывает со всеми такое, да. Но Квинсикрюк... Мы потихонечку просто уже итог, наверное, карты подводим. Наверное, рано еще. Трон стоит, две линии стоят, но мы так уж, забегая там вперед на ближайшие пять минут, потихонечку думаем о том, как Undying будут на третьей карте что-то решать, как они собираются выигрывать эту серию. Надо просто еще одну взять. Ничего сверхъестественного. Сыграть так же хорошо, как на первой. Умеют, могут, практикуют. Главное исполнить. А вот теперь, кстати, БКБ летит к Enigme. Это уже совсем другой разговор. Late 35 минут. Ступи. В этот раз, да, 35. Внезапно. Дождаться. Перед водой, забрали, пошел. Из контроля не упустить. Стрела! И даже здесь выпустили. Тут уже я варп полетел вперед. Блин, кто же нажимал. Ой! Саберлайт не улетел. Там перехватывают еще и Миран. Минус 2. Стальные три героя пытаются уйти пешком. Прям вот, знаешь, на корню рубят ребята из QuintiCrew. Супер надежная игра. Вот прям максимально надежно. Вообще ничего не дают. Какие выходы, никакие драки, никакие кнопки нажать не дают. Просто прям вот затирают. Как QuintiCrew зазлились-то после предыдущей карты, а? Включили, знаешь, режим бога. Темадо, пара байбэка выбили. Ну, отойти дисциплинированно, нормально. Реведж есть. Блэкхолл есть. Сейчас, подождать штопного момента, можно врываться. Стоп в райвах. Реведка бэ нажимает, и Квин вообще максимально, да, без ресурсов бывают очень важные там кнопки соперника. Без особых потерей. Прыгает еще раз. Панга. А вот этого парня можно не убить. Байбэка нет. Ну, что и ломаются на времене две линии. Ну, какое-то убийство почета хотят сделать, что ли, ондайнг. Не, ГГ просто написали, сдались. Да, и все поняли. Четвером, без Пангольера здесь, к сожалению, не отыгрываются точно. Ну, 1-1. Мы хотели интригу, мы ее получили. Именно так, наверное, и должен заканчиваться групповой этап в Северной Америке. И по-прежнему ГГ это все смотрит, думает, так, а что круче-то в итоге? Вообще не ясно. Как нам лучше быть? Ну, слушай, по первой карте мы говорили о том, что ондайнг это прям команда, которая может, да, переиграть всех в своем регионе с такой игрой, как была в первой карте. С такой игрой, которая была во второй карте, ты такой думаешь, ну, среднячки какие-то, да, у которых там есть какие-то, знаешь, провальные звенья, где мид не доигрывает. Ну, такое послевкусие после второй карты уже не очень приятное, да, особенно на фоне первой. Да, абсолютно согласен с тобой. Сначала мать жизни, потом непонятно мать, чего показали ребята из команды Undying. Ну, действительно, не пошло. Практически с самого начала, там, первые 5-7 минут смотришь, неплохие крипстаты, да. Ну, как только начал двигаться Брайл по карте, как только начал двигаться его оппонент по центральной линии, мы увидели разницу. Вот, в нормальной игре, да, когда оба играют на героях не фармящих, как был в прошлый раз Морфлинг, который толком нигде не участвовал, а вот именно на героях, которые должны, наверное, создавать движуху в мидгейме, мы увидели, что Квинн в этом плане, конечно, как игрок поинтереснее и Брайлу, ну, еще предстоит научиться, возможно, посоимствовать что-то у Квинна. Надо собираться, нужно еще одну великолепную карту показать команде Undying, чтобы на что-то рассчитывать, иначе даже с такой великолепной игрой можно остаться на третьем месте и просто ждать старта второго сезона, второго группового этапа. Ну что, друзья, да, у нас остается последняя карта на сегодня так точно, там, будут переигровки уже точно в нижней части, скажем так, этого дивизиона, да, этой лиги, там, переигровки за выживание, за то, чтобы не выбыть во второй дивизион, но эти переигровки будут позже. Будут ли еще дополнительные переигровки, узнаем после этой третьей карты, но эта третья карта на сегодняшнюю трансляцию будет точно последней, поэтому немножко еще запасаем из терпения. Чуть-чуть бодрости, друзья, желаем командам показать наилучшую доту, и уже потом будем подводить итоги. Короче, пока пауза на драфтах третьей карты, с вами снова услышимся, увидимся и продолжим, продолжим смотреть.